Доброго здоровья всем вам, друзья! Всем, кто посетил нашу страничку. Очень рада вас видеть, ребята. Очень благодарна старым друзьям и очень рада новым. Ребята, мы — приют, мы — фонд. И каждый день для нас. Это всё равно что — бой. Но мы живы. Живы благодаря вам. Друзья, посмотрите на тех, кого мы спасаем с вашей неоценимой просто помощью. И богослови Бог вас и вашей семьи. Мне говорят, Валя, что ты всё время стонешь и просишь помощи? Ребята, милые, ну представьте себе, если я сейчас буду кричать «Ура! У нас всё хорошо!» Так половина же подписчиков просто развернётся и пойдёт помогать тем, кому плохо. Да, у нас очень тяжело, и тем не менее добрые, хорошие моменты есть везде. У нас очень тяжёлые ролики, ребята. У нас огромные проблемы, потому что и приют огромный, и тем не менее хорошего, доброго у нас тоже много. И самое хорошее и доброе, ребята, у нас — это то, что вы у нас есть. Вы — наши друзья. И только благодаря вам мы живём. Ребята, оставайтесь с нами. Даже когда ролики у нас с болью, они добрые. Потому что это означает, что боль скоро успокоим, переломы прооперируем, малышей вылечим и найдём семьи. Этот ролик о трёх зверятах, которые попали в беду и кому мы смогли оказать помощь уже в Новом году. Ребята, ещё раз скажу. Спасибо вам. Спасибо за то, что трое обрели шанс на жизнь. Это Гектор. Это Берримор. И это кошечка Пира. Я не знаю, как сказать и как оценить поступки людей. Берримора привёл к нашему дому молодой человек. Сказал, что нашёл его на обочине и отвёл в клинику. И там, в клинике, Берримору оказали вот такую помощь. На открытую рану наложили гипс. Потому что, когда начали дома осматривать парня, я увидела, что у него из-под гипса сочится кровь. Любой, даже бездарь, ветврач, должен понимать, что на открытые раны гипс не накладывается. Я обратилась к молодому человеку, чтобы уточнить, где именно оказали ему такую чудовищную и опасную для жизни собаке помощь. Но молодой человек отказался сообщить нам адрес клиники. Сказал, что там работают его знакомые, и он не хочет неприятностей. А то, что эти уроды могут искалечить следующую собаку, молодому человеку на это наплевать. Главное — остаться с краю. Главное, чтобы его не зацепило. Ребята, так нельзя. Молодой человек видел фотографии Берримора на страничке, но он не хочет пачкать свои ручки и закладывать, как он сказал, врача, который ему помог. Чем помог, ребята? Сделать собаку калекой, наложив мало того, что на открытую рану гипсовый бинт, еще и совершенно не осмотрев пса, не прощупав, не заметив, что у него такой чудовищный перелом. Если у тебя нет возможности оказать помощь собаке, направь молодого человека в другую клинику, где собаки окажут клавалифицированную помощь. Это долг каждого врача. А еще я считаю, что долг каждого из нас — таких показывать. Понимаете? Показывать и гнать в шею таких врачей, которые калечат наших животных. Мало того, что они сдирают с нас чудовищные деньги, они еще и бездари, купившие себе корочки. Эту помощь собаке оказали в городе Грязи. Там всего две клиники. Одна находится на 8 марта, на улице 8 марта. Вторая находится на Песковатке. Я не знаю, в какой из этих двух клиник был молодой человек. Но я хочу съездить к главврачу, показать фотографию собаки. И я надеюсь, что он выяснит, кто из его помощников оказал такую помощь. Возможно, это поможет, потому что просто так я это не оставлю. Сейчас Берри Мора прооперировали, сделали снимки, и Пес чувствует себя хорошо. Но я возмущена, ребята, до предела, до ужаса. Возмущена вот этим скотским отношением. Знаете, на 5 копеек пожалел, она тысячу рублей навредил. Потому что после Берри Мора к этому же уроду-врачу понесут другое искалеченное животное. И мы уже об этом не узнаем. А животное будет искалечено и, возможно, погибнет. И молодой человек сейчас берет на себя ответственность за этого лжеврача. И бог ему судья. Этого кота или кошку, не знаю. Вот в таком состоянии сейчас заметила молодая пара. Сфотографировали и прислали мне фото. И спрашивают, что делать. Котика забрали с детской площадки. К сожалению, не удержали его. Он вырвался из коробки и сразу спрятался под ванную. Но дадим ему до утра прийти в себя. А утром уже обработаем и все сделаем. Я думаю, что утром он будет поспокойнее. Поставили ему под ванну еду. Через час заглянули. Котик начал кушать. Я думаю, к утру он придет в себя. Ему успокоится. И ему будет нормально. Поставили все, что ему надо. Ничего, ребята. Кот терпел так долго. Я думаю, да еще одну ночь он потерпит до утра, чтобы мы могли ему оказать помощь. Кошечку Пиру, которую нашли на детской площадке, где она просто лежала, сжавшись в комок. Ребята, представляете, какую боль испытывала это животное? И самое потрясающее, друзья, то, что, когда ее взяли на руки, она мурлыкала. После операции, когда она отошла от наркоза, и мы начали обрабатывать шов, она мурлыкала. Ребята, это страшно, что, когда им больно, кошки поют. Знаете, в чем заключается радость? Несмотря на боль. В том, что мы все же смогли их прооперировать. Да, с трудом. Да, пришлось уговаривать врачей. Но мы сделали самое главное. Мы их прооперировали, и у детей появился шанс жить. Вот такие случаи, они возникают всегда неожиданно, внезапно. А с теми возможностями, с какими живет приют, для нас это каждый раз трагедия. Очень хочется надеяться, что в этом году наше правительство все-таки повернет голову немного на проблемы бездомных животных и научится не только штрафовать и ставить условия, как и где кого содержать, а и сделает какой-то фонд именно помощи вот таким частным приютам, как мой. Очень хочется на это надеяться, ребята. В этом ролике я хотела сказать вам, друзья, спасибо. Спасибо за то, что вы с нами рядом. И как бы ни было трудно, давайте находить в этом что-то хорошее. Да, все операции сделаны в долг, но они сделаны. И сейчас мое обращение к вам. Ребята, давайте мы погасим долги. Поможете нам? Буду искренне благодарна. От всей лохматой души. Спасибо. Добра вам, люди. Друзья, вы посмотрели наш ролик. Наших больных, наших поломанных, тех, кого мы с вами спасаем сейчас. Но, ребята, переживая за наших болящих, прошу вас, давайте не забывать о тех, кого мы с вами уже спасли. И кто сейчас за нашими спинами просто хочет есть. Ребята, приют огромен. Это один единый организм. И я прошу вас об этом, ребята, не забывать. Не забывать, пожалуйста, помните о нас. Потому что лохматая душа — это огромная душа. И я обнимаю вас. И благодарю. И нуждаюсь в вашей помощи и поддержке. Очень нуждаюсь, ребята. Потому что вы — наша жизнь. Вы с нами. Вы с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...